Эти игрушки своими руками сделал мой сын, когда занимался в кружке мягкой игрушки. Он шил не из мягкотилости, скорее из любознательности. 18 лет, несмотря на вузовскую отсрочку, добровольцем ушел служить. Элита ВДВ. Ирина Иванченко с трудом сдерживает слезы. 17 декабря женщина должна была встречать Степана из армии, а проведет поминки. Студент, спортсмен, активист, оператор-наводчик боевой машины десанта умер 21 октября. Кросс в 3 километра. А такой кросс они бегали каждое утро. Но это был кросс на зачетное время, полностью с боевой выкладкой, то есть в одежде и с автоматом. И где-то после 2 километров ему стало тяжело бежать, его взяли под руки. И через 5-6 метров, после того, как он побежал, он упал и остановилось сердце. Официально родителям заявили, 19-летний боец умер от инфаркта. С честь гибель Степана смертью при исполнении решились только в бригаде. Медики ограничивались понятием ухода прохождения из службы. Что возмущается Ирина напрочь. Когда у него положены компенсации в 3 миллиона рублей. Вопросом, а что же он делал, когда он проходил военную службу? Разве он не исполнял обязанности военной службы? В военкомате только разводят руками. Получилось так, что он потерял сознание при исполнении. Но после этого был направлен в госпиталь. Из госпиталя был направлен в клиническую областную больницу. И там скончался. Это уже по закону действующему. Получается, что он погиб при прохождении военной службы. Комиссар добавляет. Родителям Степана полагается страховка. 2 миллиона рублей. Прогнозирует круглую сумму. Они получат в начале следующего года. Что станет большой удачей. Это уже мнение Надежды Томченко. Ее брат Василий Афанасьев погиб в армии в декабре прошлого года. Но до сих пор родные, уверяет женщина, не видели денег. На невыплаты жалуется мать рядового из-под Тольятти Алексея Корякина. Который также умер на службе в 2011. Выплатили по 96 тысяч с копейками. Должны были по новому закону выплатить уже 2 миллиона. Но сказали, что так, как застраховали его в 2011 году и погиб он в 2011 году, то по 2011 году и заплатили. Но опять-таки даже из размера отлады все равно меньше получилось. Потому что оклад другой совершенно не писали. Оксана Корякина не исключает. Искать правды пойдет в суд. Продолжение следует... Продолжение следует...